В Махачкале прошел очередной рейд по незаконным постройкам. Объекты самовольного строительства проверили специалисты Минстроя Дагестана и сотрудники прокуратуры. Речь идет о многоэтажках, которые возводят без каких-либо разрешительных документов. Чиновники грозятся снести все объекты, которые были возведены в обход закона. Но на деле все не так просто. Порой не удается даже отыскать владельца самовольно построенного здания. Тему продолжит Севрина Шамхалова. Покажите нам документы на этот объект, разрешение на строительство. Многоэтажка почти достроенная. Рабочий трудится здесь круглосуточно. Зато простой вопрос о том, где документы на разрешение строительства, вводят их в замешательство. Все претензии говорят они к застройщику. И тут выясняется, что это почти мифический персонаж. На месте его нет, номер телефона тоже отсутствует. И этот ГАПИ пусть придет. Если он инкогнито, не хочет номер давать. Я вам дал свой номер, значит пусть он видит, что мы не стесняемся приходить на этот объект и объясняться. Война незаконным постройкам в Махачкале объявлена давно. Еще в прошлом году представители Минстроя заявили о 78 объектах, которые строятся с нарушениями. 29 из них удалось приостановить. 7 домов суд постановил снести. Но они до сих пор стоят. Каждый орган должен в меру своих полномочий исполнять решение суда. Чтобы и мероприятия по приостановлению объекта в соответствии с исполнительными листами проконтролировали. И исполняли решение суда о сносе. Эти решения не отменены. Они в силе. И в этом направлении хотелось бы поддержку получить с других органов. Администрация города выдает документы на проектирование. Как оказалось, этого для многих застройщиков достаточно, чтобы начать возводить здания. О том, что для этого по закону нужно официальное разрешение на стройку, люди забывают или просто делают вид. Если застройщик не получил разрешение и строит, за этим строительством, строительство приостанавливают, обязаны в том числе и орган местного управления. Мы пытаемся, как-то министерство со своими силами какие-то попытки в этом направлении предпринимаем, но слабо получается. Ситуацию с самовольными постройками Минстрой держит на контроле. Такие рейды теперь станут регулярными. Все собранные материалы специалисты передают в суд. Уже там решат, сносить дома или нет. Северина Шамхалова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.